Девушки отдыхают Вкратце, что это такое? Это Доха от компании Эсте То есть та самая компания, которая делает чашечки, да? Назовем это так Я ее еще не курил, я ее только лишь один раз покурил на стенде И то она была вся выкурена И сейчас мы, собственно, проверим, работает она или нет Могу про нее вкратце сказать Это золотой корень и женьшень А вот всю дальнейшую информацию я не смог запомнить Поэтому сейчас мы сделаем вставочку, где вот эта женщина сейчас все вам объяснит Это не совсем Доха Это Доха, которая смешана в определенных пропорциях Вместе с золотым корнем и женьшенем Это специально... У меня писька стоять будет лучше Да, я в своем нежном возрасте могу так запросто об этом говорить с молодым мужчиной Не хотела бы, чтобы это делала моя дочь Но я в силу нежного возраста говорю, что не мешает Со временем, когда вы составитесь... Его нюхать надо? Вы просыпаетесь, а у вас под подушкой эта коробка Ее нюхать надо? Нет, мы его посыпаем в табачок при запивке Если просто посыпаем и не мешаем, получается такой серьезный привкут А если немножечко посыпать и перемешать помягче Но эта смесь вытягивает и как будто бы обостряет Ну, тот табак, который забивается в чашку И от этого становится вкус более ярким Ну и хочется верить, что не обман то, что я говорю А даже если обман, не любой мужчина в этом признается Не любой мужчина признается, что ему это не помогло Так это не Доха Основа, это Доха Основа здесь в большем процентном соотношении Это Доха А теперь, что касается всех этих функций Она, по идее, предназначена как Доха Должна делать табак крепче А будет ли она его делать или нет, непонятно И сейчас мы проверим Собственно, у нас есть две чашечки Upgrade Есть один моно вкус от компании Spectrum Вкус у нас, кстати, мой любимый Это крамбери, это с клюквом И сейчас мы забьем одну чашечку в моно Вторую чашечку с вот этой вот травушкой Ее реально, скорее всего, нужно просто втирать в десна, блядь И просто кайфовать и никуда нахуй это не забивать Так Давайте, собственно, будем сейчас это все забивать И посмотрим, как это будет у нас все работать Сейчас мы возьмем наш Spectrum Про новые пачки Spectrum я уже снимал обзор Так что вот здесь вот можно будет его глянуть Так Как правильно забивать эту пыльцу богов, да, я примерно не знаю Но могу предположить, что нужно ее засыпать немного сверху Поэтому мы сейчас просто все аккуратненько забьем Так Сейчас мы это все перекрутим там в чашечке Табак у нас казенный Поэтому я могу прям овером так наложить И еще домой потом забрать ее Так, мы одну чашечку забили Сейчас забьем вторую Так вот Сейчас мы это все перемешаем хорошо Так, одна чашечка у нас есть И сейчас мы, собственно, поправим все во второй чашечке Так, так, так Вот так вот А теперь в эту чашечку мы добавим немного вот этого Что могу сказать сразу Что в работе она будет не очень удобная Потому что она в виде порошка То есть мелкий-мелкий порошок И его можно занюхивать Можно втирать в десна И мне кажется, можно даже греть на ложечке Так вот В насыпании он тоже крайне неудобный Потому что он Это даже, это не порошок Это пыль Давайте попробуем Аккуратненько все это насыпать Вот в эту чашечку Как она вообще себя поведет Сколько сыпать я не знаю Но нам нужно как бы таталочку сделать, да Чтобы понять, работает это или нет Просто понимаем, что мы насыпали примерно грамм Даже чуть меньше, мне кажется, из этого пакетика Перемешивать или не перемешивать я не знаю Поэтому я просто его равномерно вот так вот сделаю Чтобы он немного Чуть пропитался сачком И из этого посмотрим, что вообще выйдет А, насчет того, что будет стоять у меня хуй Или не будет стоять у меня хуй Непонятно Потому что как это будет доходить до нужных органитов До нужных, то есть органов, да И всяких нервных окончаний Главное сейчас не откинуться от этого всего Так, смотрите, ребят, запоминайте С вот этой вот пылью мы ставим на первый кальян А обычную ставим на второй кальян Сейчас, собственно, мы все это прогреем И попробуем взорвать И посмотрим, что из этого выйдет Так, собственно, они у нас уже греются Мы их загрузили Калаут, апгрейд, 4 угля И давайте немного им дадим прогреться Теперь давайте поразмышляем на эту тему, собственно Вообще, что это такое, да А как заверяет сам производитель Это какие-то горные травы, полезные свойства А насколько это глупо и необоснованно, непонятно И будет ли это вообще работать Я примерно предполагаю, что... Я еще не курил Поэтому я предполагаю, что это, в принципе, будет работать Как обычная доха, которая перемолотая Миллион раз в блендере, да И она очень-очень мелкая То есть как пыль Если вот так потрясти То появляется такой пыльный осадок Что касается всех этих полезных трав Жень-шень Золотой корень Мне кажется, они никак работать не будут И это лишь такая маркетинговая подоплетка Которая нужна, чтобы о продукте говорили Как мы знаем, компания СТ любит немного отходить от стандартных вещей Поэтому сделать обычную доху было бы глупо А делать мокрую доху Типа шиша-буссера, да, от Нирваны Тоже есть Поэтому нужно придумать максимально обычную Такую доху, которой нет как бы на рынке Да, вот форм-фактор решает Плюс немного маркетинга Немного мифов Возьмем отсюда-отсюда Вуаля О продукте все начинают разговаривать А для честности Мы сейчас, наверное, взорвем Обычную чашку Это со второго нашего кальяна В которой нету Вот этой дохи от компании СТ Табак у нас спектру Вкус, собственно, клюква Крепость семерочка, шестерочка Теперь давайте попробуем взорвать эту вещь Она у нас насыпана сверху Поэтому, соответственно, первой даст она А потом уже, собственно, пойдет сам Табак спектру Умру, не умру, не знаю У меня есть оператор, который в случае чего Смонтирует и выложит это, да? А, пока ни о чем не говорит Более-менее Начинает То есть Ну-ка, проверю еще раз Тут-то кисло А тут-то уже не кисло А, получается, появился такой привкус Как сказать вам Инородный такой привкус Который никак не связан с данным вкусом По крепости стало немного не крепче А тяжелее То есть начинает давать немного на горло Как будто Примерно мы попробуем объяснить Насколько поменялся вкус Вкус поменялся настолько Что как будто Смородина Нет Клюква немного подкисла То есть появился такой Заплесневелый вкус Это, скорее всего, то, что Наша вот эта доха Она прокурилась Она прогрелась И начинает, собственно, Сгореть И появляется этот самый вкус Крепость она увеличивает Ну, максимум на плюс один По десятибалльной шкале Вкус сильно поменялся А хуй у меня еще не стоит Ну Вкус она съела очень сильно То есть Вкусовые качества Они прям максимально снизились И пропали При этом Большого-большого То есть в плане крепости Я не почувствовал Здесь прям кислота кислотой А здесь Начинает Она гореть Она очень сильно схавала вкус Ну Собственно, все видно на лицо По крепости она добавляет Плюс один Плюс полтора При этом она сильно занижает Ароматику табака Во-вторых, я не знаю Что там будет шахта И как он себя поведет Почему? Это порошок То есть это пыль Она очень быстро прогорает Прямо так И ее нету Что касается обычной дохи Да, любой Она гранулированная То есть в ней есть листы Есть гранулы Которые Именно Начинают тлеть Она подгорела И он долго Слевает И поэтому Дается, собственно Вся эта Никотиновая крепость Тяжесть И все остальное В данном же случае Мы получаем Просто маленький Но короткий эффект Но мы портим Кардинально вкус кальяна По цене Я не знаю Сколько мне это Подарили на выставке Вот такая Такой вот Коробочке Дава Дым Собственно Эстэ умеет делать Эстэ умеет радовать Я бы это использовал Больше бы не как доху А как нейтрализатор Более Таких Притерных вкусов В принципе Можете попробовать Взять арбуз От альфакера И забить туда Вот это И посмотреть Станет ли вкус Поприятнее Я думаю Вот и все Про этот Чудо-юдо Доху-пыль Мы рассказали Поэтому это Дала Дым Это КП Реутов До свидания И не забудьте Написать Что вы думаете Вообще По этому поводу О всех этих Женьшенях О золотых корнях И стояке По утрам Так что Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok